Какие планы на предстоящие выборы в Госдуму строят другие партии, такие как ЛДПР, КПРФ и Родина, их представители в Законодательном собрании Нинецкого округа воздержались комментировать. К другим темам. Перспективы развития Нинецкого округа обсудили глава региона Игорь Кошин и его заместитель Сергей Сурков. В частности, на встрече речь шла о взаимодействии региональной власти с федеральной. Благодаря этому сотрудничеству удалось сдвинуть с мертвой точки некоторые проблемы региона и начать их успешное решение. Введение должности Сергея Суркова в состав окружной администрации позволило вести систематическую работу с федеральными ведомствами. Яркий пример двустороннего диалога – постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Нинецкого округа. Документ включает в себя ключевые вопросы, которые необходимо решить на федеральном уровне для дальнейшего развития региона. Напомню, его приняли в мае этого года после проведения в Верхней Палате Российского парламента Дней Нинецкого округа. Конечно, постановление Совета Федерации – это наше определенное достижение. Мы получили союзники, целую палату регионов. Сейчас мы по этому постановлению планомерно отрабатываем. Помимо текущих моментов, есть такие стратегические вещи. Мы в любом случае, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложности с бюджетными доходами, мы должны думать о развитии округа, мы должны думать о завтрашнем дне. Нельзя жить днем исключительно сегодняшним. Мы должны думать вперед. Мы, собственно говоря, об этом и думаем, и двигаемся в этом направлении. Благодаря подписанию соглашения и лоббированию интересов на высшем уровне с мертвой точки сдвинулся вопрос о реконструкции взлетно-посадочной полосы. Загвоздка была в том, что взлетка принадлежит Минобороны страны, рулежке Росавиации, здании аэропорта на Венмарскому авиаотряду. Мы всех трех заинтересованных участников процесса пытаемся посадить за один стол с тем, чтобы у нас так не получилось, что под реконструкцией полосы мы будем вынуждены закрыть вообще наш аэропорт. И будем вынуждены летать либо на вертолетах, либо на 24. Поэтому эту работу мы ведем, она тоже глазу не видна, потому что с одной стороны нам необходима реконструкция полосы, но с другой стороны мы должны сделать все, чтобы жителям округу было комфортно, у нас была возможность принимать все типы воздушных судов, которые сегодня летают. При активном участии вице-губернатора округ участвует в формировании повестки заседаний Госкомиссии по развитию Арктики под председательством Дмитрия Рогозина. Члены администрации работают в группах комиссии. Развитие транспортной системы, развитие промышленности и торговли, развитие энергетики и развитие международного сотрудничества. В ходе отчета стало известно, что одно из заседаний Арктической Госкомиссии планируют провести в Наринмаре. Дата приезда представительной делегации во главе с вице-премьером пока неизвестна, но материалы и план повестки встречи уже готовятся. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что у нас есть ряд направлений, которые в том числе отображены в 185-м постановлении. Также есть вопросы, которые необходимо постоянно поднимать. Поэтому существование этой комиссии позволяет нам говорить о вопросах развития экономики, в том числе развития аэропорта, порта, строительства дороги, вопрос экологической безопасности, развития молоческих народов. Поэтому, по большому счету, мы сформировали общую повестку, в том числе, и можем о ней постоянно говорить на площадке. Помимо взаимодействия с федеральными органами госвласти на плечи Сергея Суркова была возложена непосредственная координация работы управления госзаказа. В этом направлении за 8 месяцев также удалось добиться успехов. Глава региона подчеркнул, что ведомство стало работать гораздо эффективнее. Внедрение современных технологий работы с документацией и систематизация наиболее часто проводимых закупок дали возможность увеличить объем работы управления, сохранив прежнюю численность. Всего за 8 месяцев 2015 года было объявлено 223 закупки на общую сумму около 2,9 млрд рублей. Из них 36 конкурсов на сумму 2,2 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по проведенным закупкам составила порядка 81 млн рублей, что на 20 млн больше показателя прошлого года. Помимо внедрения электронного документа оборота и автоматизации планирования, управление изменило и структуру проводимых закупок. Доля конкурсов, где оценивается не только цена контракта, но и квалификация участника закупки, в том числе опыт, значительно возросла. Это должно сдвинуть с мертвой точки проблему долгостроев и замороженного строительства в Ненинском округе. Цена – это определяющий фактор, но он должен быть не основным. Должна быть залоговая составляющая, должна быть составляющая банковская гарантия, опыт и компетенция компании, которая выходит. Потому что, когда идет исключительно аукцион, сидят печати с уставом компании, торгуют, потом наших же пытаются нанять. На субподряд. Да, на субподряд и что-то сделать. У нас очень много стоящих объектов, поэтому в этом направлении мы продолжаем двигаться. Доложил Сергей Сурков и о деятельности Комитета гражданской обороны Ненинского округа. Вице-губернатор отметил, что основное внимание было уделено подготовке к действиям в весенний паводкоопасный период 2015 года. Был разработан, утвержден, реализован в полном объеме комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодия. Также в соответствии с решением Комитета по чрезвычайным ситуациям округа переработан, согласован и утвержден план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Также проведена работа по формированию подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах округа.